МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опасное инфекционное заболевание всколыхнуло общественность. Больше 300 человек в России попали в больницу с диагнозом ботулизм. Массовое отравление вызвано употреблением готовых салатов из службы доставки. Врач-инфекционист Кристина Драганова говорит, при таком заболевании важно распознать симптомы как можно раньше и незамедлительно обратиться за помощью. Сначала они очень похожи на кишечную инфекцию. То есть у кого-то рвота, понос, могут быть боли в животе. Но эти симптомы уходят очень быстро, либо они менее выражены. Потом появляются основные – это туман перед глазами. То есть человек жалуется, что у него туман, сетка перед глазами, может быть, двоение в глазах. Тут же на том фоне является сухость слизистых оболочек во рту, то есть сухой язык, может быть, вязкость речи. Занита считает, что ботулизм содержится только в консервированных продуктах, таких как грибы, фасоль, различные соленья. Но эта бактерия может оказаться и в домашних консервах, как вяленой копченой рыбе, колбасе. Сложность заключается в том, что у ботулотоксина нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Определить по внешнему виду, есть ли эта бактерия в продукте, просто невозможно. Ботулотоксин – сильнейший яд, который вырабатывают клостридии, размножаясь в безвоздушной среде. Чтобы предотвратить попадание опасной бактерии в домашних условиях, важно при консервировании соблюдать термическую обработку, хорошо проваривать продукты и соблюдать всю технологию приготовления. Основное – это, наверное, все-таки не покупать продукты, не покупать консервы в местах, где это, ну, как бы несенсационированная торговля, скажем так, с рук не покупать. Относиться очень так скептически, когда тебе, допустим, там, сосед или кто-то подарил баночку маринованных грибов, лучше это не брать. Когда готовят сами себе, делают консервы, все-таки использовать правильно все технологии. То есть стерилизацию, обработку, правильное хранение. Всего в Одинцовскую областную больницу на лечение поступило 4 пациента, двое выписано и еще двое заболевших остаются на лечении, но уже, по мнению врачей, в состоянии отмечается положительная динамика. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.